Вот и настало время уборки урожая. И возвращаясь к вопросу, стоит или не стоит применять злаковый гербицид на яровой пшенице, вы визуально можете оценить ситуацию на поле. С левой стороны от меня так называемая контрольная делянка. Мы оставляли необработанную аксиалом. Справа все поле закрывалось по схеме. Включающий противозлаковый гербицид аксиал. Визуально видно, что злаковые сорняки, в частности просто сорно-полевые щетинники, составили очень большую конкуренцию для культурного растения. Пшеничка не раскустилась, имеет слабость и блестой, в отличие от посевов, где аксиал применялся. Соответственно, учеты проведены как комбайном, так и сноповым методом. Результаты озвучим чуть позже. Но уже сейчас видно, что на том варианте, где аксиал не применялся, урожая практически нет. Все задавила поросянка, которая создала нам проблемы не только в этом году, но и на следующий год за счет обсеменения. И проблемы с этим злаковым сорняком будут. Помимо того, что слабое кущение у пшенички, очень слабый колос, практически невыполненный. Ну, соответственно, решение принимать агроному. Но со своей стороны скажу, что аксиал в таких случаях просто незаменим. Возвращаясь к теме потерь влаги, выноса злаковыми сорняками, урожайность на делянке с пшеницей, не обработанной аксиалом, составила 18,6 центнера. Урожайность пшеницы, обработанной аксиалом, составила 26,7 центнера. Разница между обработанной пшеницей и не обработанной аксиалом получилась 8,1 центнера с гектара. Продолжение следует...